Ильшат Гафуров Команда ВУЗа вышла на чемпионат Поволжского федерального округа, который пройдет в Ульяновске. Красавицы из Татарстана получили первые награды на национальном конкурсе Мисс Россия. Диляра Ялалтынова победила на промежуточном состязании талантов, а Софья Мустафина презентовала лучший национальный костюм. Ученые КФУ нашли белок, который поможет победить онкологические заболевания. Обнаружен особый фермент, который является предковой формой современных белков человека. Полученные знания, по мнению ученых, в будущем будут полезны для определения причин возникновения рака и для его лечения. 12 апреля в галерее современного искусства открылась фотовыставка «Профессия врач», посвящая себя людям. Лечебно-профилактические учреждения Татарстана участвуют в ней впервые. Полиция Татарстана перехватила партию опасной колбасы из Мордовии. Продукцию неизвестного происхождения планировали реализовать на рынках Уфы. Однако нарушители привлекли к административной ответственности. Татарстан нуждается в 41 тысяче рабочих разных специальностей. Также отмечается дефицит рабочих в отраслях городского хозяйства и транспорта, сферы обслуживания, строительства и агропромышленного комплекса. Республиканская премия имени Гавриила Державина учреждена в Татарстане. Премия будет просуждаться в размере 200 тысяч рублей за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и СМИ. Специалисты КФУ провели эксперименты по выделению шумовых участков в речевом файле. Очистка от шума позволит системе распознавания речи преобразить аудиозапись в текст. С 14 по 17 апреля на базе КФУ состоится ежегодный всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций Russian PR Week. Организаторами выступают Казанское отделение Российской ассоциации студентов по связям с общественностью, кафедры связи с общественностью и прикладной политологии КФУ и Университет талантов. Продолжение следует...